Арбузы появляются на рынках в августе. Принято считать, что с этого времени их можно покупать и есть без опаски. Самые бдительные покупатели предпочитают дождаться начала сентября и быть уверенными, что плод созрел самостоятельно, без дополнительной химии. Но если лето выдалось жарким, то арбузы могут начать продаваться даже в июле. Продавцы уверяют, что никакого подвоха в этом нет, просто погода была благоприятной для бахчевых культур. Звучит вполне убедительно, да и знакомые хвастаются, что в середине лета уже лакомились сочным и вполне спелым арбузом. Как же быть, рискнуть или подождать до осени? В этой статье постараемся ответить на ваши вопросы и развеять сомнения. Энтен Пепеп. Спелый и при этом правильно выращенный, арбуз содержит массу полезных веществ. При малой калорийности, мякоть арбуза – источник полезных углеводов, легкоусвояемые фруктовые сахара, микроэлементов, преимущественно магний и калий, фолиевой кислоты. Прекрасно утоляя жажду, арбуз заодно возвращает в организм минеральные вещества, потерянные спотом. Не стоит забывать и о клетчатке, благоприятно влияющей на пищеварение и антиоксидантах, противостоящих злокачественным опухолям. Все это делает арбуз ценным компонентом питания для всех, включая маленьких детей и пожилых людей. Если, конечно, арбуз не содержит веществ, которые мать природа вовсе не предусматривала. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Речь идет о химических веществах, которыми арбузные поля обрабатываются для борьбы с вредителями и повышения урожайности. Именно они заставляют многих обходить прилавки с арбузами. Чаще всего арбузы подвергаются обработке нитратами. Это соли азотной кислоты, которыми обильно подкармливают почву для выращивания и фруктов, и овощей. На самом деле, азот действительно необходим растениям для роста и синтеза многих веществ. Дело только в количестве и качестве удобрений. Но совсем не обязательно отказываться от арбузов в страхе перед нитратами. Достаточно знать, как правильно выбирать ягоды без лишней химии. Первое, на что вы должны обратить внимание, то еще не сам арбуз, а торговая точка, ее частота и условия для продажи арбузов. Не удивляйтесь последнему замечанию, ведь бахчевые культуры, в отличие от картошки или яблок, требуют особых условий транспортировки и хранения. Арбузы ни в коем случае не должны лежать на земле или на одном уровне с землей. Минимальная высота деревянного подона для выкладки арбузов и дынь – 10-15 сантиметров над тротуаром. Кроме того, настил должен быть расположен не ближе 5-10 метров от проезжей части. Не покупайте арбузы на трассах, где они лежат прямо у дороги, ведь сквозь кожуру впитываются все выхлопные газы. Сверху арбузы должны быть накрыты навесом, защищающим от попадания прямых солнечных лучей. Попросите продавца предъявить лицензию, если сомневаетесь в качестве товара. И никогда не покупайте ягоды на стихийных рынках, ведь в случае неудачной покупки, вы даже не сможете вернуть арбуз или привлечь недобросовестного торговца к ответственности. Если торговая палатка не вызывает у вас подозрений, то можно переходить непосредственно к выбору арбуза. Осмотрите ягоду со всех сторон, нигде не должно быть трещин, вмятин и следов ударов. При транспортировке это не редкость, поэтому будьте особенно внимательны. Даже через маленькие повреждения в корке внутрь арбуза могут попасть химикаты, которыми поле обрабатывали от вредителей. Для вас они тоже не полезны и чреваты пищевым отравлением. Оцените размер ягоды. Арбуз, выращенный без лишней подкормки и созревший на солнце, не должен быть слишком большим. Чрезмерно крупные ягоды вызывают восхищение и выглядят аппетитно, но вас они должны насторожить. Именно крупные арбузы чаще всего достигли таких размеров благодаря нитратам. Но и совсем маленькие арбузы брать не стоит, они могут оказаться попросту недозрелыми. Выбирайте арбузы средней величины. Есть немало способов на глаз определить присутствие нитратов в арбузе. Некоторые эксперты советуют поискать на зеленой кожуре коричневые и черные пятнышки, которые указывают на наличие солей азота. Если вы уже принесли арбуз домой и разрезали, перед едой обратите внимание на семечки. Если семечки светлые, почти белые, но мякоть при этом насыщенно красная, арбуз с большой долей вероятности получил немаленькую порцию нитратов. Дополнительный признак нитратов в арбузе, если прожилки в мякоти толстые и выражены желтые. При естественном созревании они почти не видны, и только от подкормки приобретают такой гипертрофированный вид. Еще один признак явной перенасыщенности арбуза нитратами – неестественно гладкая, почти глянцевая поверхность среза. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. В идеале срез должен быть как бы с мельчайшими крупинками, вы сразу их заметите в правильном арбузе. Наконец, чтобы наверняка убедиться в наличии или отсутствии нитратов, можете провести с арбузом небольшой тест прямо в домашних условиях. Для этого возьмите стакан с водой и небольшой кусочек арбузной мякоти. Положите ее в воду и раздавите там. А теперь смотрите, помутневшая вода говорит о натуральности арбуза. Но если жидкость окрасилась и стала не просто мутной, а приобрела красный или розовый цвет, значит этот арбуз содержит повышенную концентрацию нитратов. Запомните эти несложные советы, и вы обезопасите себя и свою семью от риска съесть отравленный нитратами арбуз. Ведь соли азотной кислоты, попав в организм, могут вызвать весьма серьезные последствия, расстройство желудочно-кишечного тракта и отравления. Тщательно выбирайте арбузы без нитратов, но если избежать отравления не удалось, как можно скорее примите препарат Сорбент и вызовите врача. Будьте здоровы и наслаждайтесь вкусными и безопасными арбузами. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.